ДИМОН Приветствую друзья, с вами Димон, покуда нет дефсервера не переживайте, у нас будет на что посмотреть, в частности на Женю, который обклеился антибубзумным демоном от беса и соответственно вроде как его никто не должен пробить. Посмотрим, посмотрим. Я думаю вы уже догадались, что это будет результативный бой, вы абсолютно правы. Я бы даже добавил то, что это очень интересный опыт, который мы можем для себя подчеркнуть, ведь буквально недавно на стриме я рассказывал, что теперь все вертолеты, которые появляются в начале раунда, я говорю сейчас и про топовые, не имеют птуров, здесь совершенно другой геймплей, он имеет большой риск, это не то, что там летишь, где-то там зависаешь в 10 километрах и раскидываешь свои птуры, то есть геймплей с одним пальцем ноги. Здесь все по-другому, но самое интересное то, что для данной кобры ранней ничего и не поменялось, она как летала со своими неуправляемыми ракетами-нурсами, так и летает. Ну и конечно помогает себе 40-мм гранатометом, который является неким уникальным вооружением для этого типа вертолета. Вся тактика построена на том, что приходится поначалу облетать по холмам, по краям, то есть обойти противника с фланга и в коем случае сразу не лететь на позиции танков противника, потому что это чревато плохими последствиями для вашего геймплея. Здесь же сами видите, Женя облетает как следует вражескую команду, чтобы хотя бы зайти в борт и уже начинать работать нурсами. Да, друзья, это не то, что у вас С-13ДФ, как вот у топовых советских вертолетов с очень мощной, скажем так, начиночкой, потому что там все-таки фугасное воздействие, бронепробитие 73 мм и взрывчатки более 20 килограммов. Здесь фактически кумулятивы, Майти Маусы, которыми работает Кобра, очень слабые и единственный плюс это то, что у них бронепробитие по 300 мм и в целом они берут количеством, а не качеством. Отмечу то, что для вашего удобства я оставил маркерат, на самом деле это реалистичные бои и, разумеется, приходится все искать глазами. Это непросто, но, возможно, здесь тоже поможет тот самый знаменитый легальный читлоу графика, надо будет потестировать, как с вертолетов, дает ли это преимущество как танкам или же нет. Кто знает, напишите. Так вот, какие еще наблюдения я успел сделать, пока наблюдал за Женей? Ракеты. Прежде всего он их совершенно не экономит, он сразу может огромным залпом закидывать противника на большой дистанции и приоритетом, разумеется, ставит ЗСУ. И это разумно, потому что Майти Маусы это единственное оружие, которое может работать на большой дистанции по стреляющим по тебе ЗСУ. А уже потом, даже если ракет не осталось гранатометом, 40-мм можно разносить даже объекты 279-е. Может быть и долго, но в целом это возможно, как вы сами увидите в ролике. Следующая распространенная ошибка многих игроков, кстати, в том числе и моя. На долгое время я не понимал этого, но потом все-таки исправил момент с использованием РШГ. Например, Женя никогда не использует 100%, то есть в начале ролика, когда он только взлетал, было 100%, в последующем более 90% он не использует. В основном это 87%. Почему? Да потому что никаких проблем с оборотами, вертолет постоянно стабильнее летит, скорость от этого какая-то особенная не будет для того, что вы будете все время держать 100%. Наоборот, 87%, вот 90% это оптимальный, скажем так, вариант для того, чтобы летать на вертолете и не испытывать никаких проблем с оборотами. Ну а дальше идет безудержный нагиб. Я, конечно, не могу отрицать того момента, то что в сражении было очень мало зениток, но бытует мнение, что удача это тоже некое проявление скелла. Хотя дело, пожалуй, не в удаче, я сейчас объясню. Дело в том, что в топовом сегменте зенитки в начале раунда берут, потому что люди привыкли к появлению каких-то, в частности, советских вертолетов с ракетами С-13Диев и изредка каких-то западных вертолетов с обычными Нурсами. Но на Бэйре 8.0 в этом районе, конечно же, народ не предполагает, что будут какие-то маньяки, которые постараются использовать вертолеты для какой-то штурмовки. То есть, ну, бывает, но редко, очень редко по сравнению с топовым сегментом. А самолеты, как вы знаете, ждать не приходится, потому что эти машины появляются только после фарма очков при любом раскладе. Это не вертолеты, которые могут появиться в начале. Именно из-за этой расслабленности очень мало зениток против Кобры. И, как видите, последствия серьезные. То есть, на самом деле, помните, да, вот как танкисты бомбили на штурмовку, но один этот вертолет, эта ранняя Кобра, уничтожила больше, чем в среднем уничтожали старые, добрые, может быть, для кого-то времена штурмовики. В сумме я просто скажу, сколько получилось фрагов. Десять. Девять танков и один самолет. Пусть здесь моментом, покуда идет нагиб, скажу вот что. На днях мне прислали очень интересный реплей, который палит крайне классную позицию. Я бы сказал, в некоторой степени читерскую. И вообще, зародилась идея сделать видео с самыми крутыми и в какой-то степени читерскими, но не багаюзными позициями. Это очень важно, потому что за багаюз, вы знаете, ничего хорошего не предполагается. А багаюз, это когда вы вообще расстреливаете беззащитных противников из-под текстур. Вот за такое на бутылку сажают без предупреждения. Но, если хотите поучаствовать в ролике, пишите мне вконтакте, предлагайте, показывайте какие-то позиции, как в них заехать. Потому что некоторые очень непросто покоряются, нужно там как-то по-хитрому действовать, как на некоторых картах. Я в итоге вам покажу некоторые из них. Ну и надеюсь, другие опытные пользователи различных хитрых позиций поделятся своим опытом и знаниями. И напишут мне вконтакте и покажут, где это находится. Я же всего лишь обзорщики, я не могу все узнать. Все, ребята, отличного настроения, ждем следующий патч, чтобы оценить новинки. И увидимся в ближайших видосах. Всем крепкого здоровья, не болейте. И пользуйтесь, если что, ссылочка в описании под видео, если где-то что-то нужно. И поддерживайте видос лайком. Если не хотите, не поддерживайте. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...